Всем привет! Ты смотришь прямые эфиры Копкейк ТВ. Меня зовут Настя Рассел. В гостях у меня сегодня практически финалист шоу-песни. Привет, Сережа. Привет, Сережа. Моя зовут. Как твои дела? Отлично. Я наконец-то поспал 4 часа подряд сегодня. Это много? Успех, да. Здорово. Слушай, у тебя очень долгий творческий культ. Ты считай это сцене с 2004 года. Ну, там скорее я был в студии с 2004 года. На сцену еще тоже вышел. Вообще, во сколько лет я тебя потянула к музыке, чтобы создавать, что-то творить? Ну, именно создавать, наверное, в 2003 году. Сколько мне было лет? Наверное, шестнадцать. 15-16. Ну, то есть ты еще был школьником или ты учился в колледже? Да, да. Там 9-9 класс, наверное. Около того. А до этого я всегда испытывал высокую любовь к музыке. То есть у меня, наверное, лет с 8-9 уже была там своя какая-то коллекция кассет. Уже были любимые там какие-то исполнители, знал ночью песенную. Слышать музыку. Классно. А вот знаешь, какой вопрос меня больше всего интересует? Как? У тебя обсуждение PLC. Нет. Это же переводится как «линия электропередач», правильно? Нет. Нет? Значит, википедия все врет. А как эти решения? Ну, есть какие-то вечерные устройства, программа, логика, контроллер, еще что-то, еще что-то. На самом деле там такая дурацкая совершенно история. У меня первый, так сказать, творческий псевдоним был еще из интернета. Из интернет всяких чатов, форумов. Вот когда я его оставил, это был просто Краш. Вот как раз у меня было лет 13-14. Вот. А потом, по-моему, это было в году в 2005-2006, я решил сменить псевдоним. И выбрал совершенно дурацкая какое-то длинное имя, которое звучало как «плей», «як», «литикал». Я даже в паттах участвовал под этим именем. А запоминали вообще? Нет. Не запоминали, не выговаривали, как меня только не называли. И самому было сложно с этим. И я просто решил наставить три ухода туда PLC и все. То есть это дедушка амблематура? Не совсем. То есть я не привязываю это к тому изначальному имене. Просто PLC и PLC. Слушай, а когда ты менял свой псевдоним, это означало то, что ты меняешь что-то в музыке? Может быть, ты выбираешь какой-то новый стиль? Да. Когда я менял псевдоним, то есть до этого я работал в составе команды. У нас была группа. Проявила самая настоящая. Называлась она «Альманат». Вот. И когда группа эта развалилась, я решил, что нужно свою псевдониму. И начать двигаться сольным. А вот как ты пришел к песне? У тебя за спиной еще огромное количество проектов. И от самых крупных каких-то рэп точка рух и поп. Какие-то номинации занималась в других проектах. Расскажи о них. Что это вообще были за проекты и какая это вообще частная история? Самый большой проект, в котором я участвовал, это BattleRap проект «Слово». Мы были первыми, кто в принципе запустил этот формат BattleRap в России. То есть у нас не было никого. Где-то через полгода-год появился «Версус». У нас наш проект «Слово» вырос до сети из десяти или двенадцати филиалов. То есть это были филиалы по стране. В крупных городах по стране. Был филиал в Минске, в Алматы был филиал. В ООН да не был филиал. В Харькове был филиал. То есть уже такой международный и ульный. А почему ты решил покинуть «Слово» или уйти в песни? Как ты вообще пришел к тому нужному песню? Не покидал «Слово» ради песен. Я прекратил заниматься проектом «Слово», когда понял, что для меня интереснее и важнее делать музыку. То есть концентрироваться именно на музыке. То есть на песнях, в смысле не на шоу песни, а на написании песни мне это интереснее, мне это ближе. И вся эта батл-рэп-движуха, она как бы очень крутая, очень интересная, но она съедала огромное количество времени. То есть если ты хочешь заниматься по другим проектам, ты должен все свое время посвящать этому, как работе. Я просто взвесил, потому что творчество для меня ближе интереснее делать музыку, меньше делать батл. Поэтому прекратил заниматься. А именно проект «Песни» он только через два года после этого. То есть прошел такой уже достаточно большой период времени, между «Слово» и «Песней» и чем ты занимался вот на этот период? Я прошел и был. Просто вот так? Да. То есть у тебя был какой-то лейбл, который тебя поддерживал? Или ты сам себя продюсировал? У нас нет как такового лейбла, у нас скорее творческое объединение. «Big Music» называется. Именно этим творческим объединением мы создавали «Слово». До этого мы делали другие баттлы. Мы проходили мероприятия, мы делали «Слово» фест, фестиваль. И так далее. То есть это мои друзья, моя команда, с которой мы много лет вместе. Мы не только работаем, мы как бы отдыхаем вместе. Ну, друзья. Вот. И вместе с ними мы продолжаем двигаться и сейчас. Слушай, ну вот ты отправляешь заявку на участие в проект «Песни». Что происходит в твоей жизни дальше? Дальше в моей жизни какое-то время ничего не происходит. Ты продолжил все эти песни. Я уже как бы не раз рассказывал об этом в разных интервью. Я не хотел идти на шоу. Потому что я... Даже сегодня с утра в одном интервью. Я не хотел идти на шоу, потому что это телевизор. Всегда такое скептическое отношение к этому. И меня мой друг буквально говорил. Он в день кастинга прям... Он за меня по-моему подал заявку на сайте. В день кастинга он приехал. Твой друг? Да. Он приехал за мной. Запекли у меня в машину буквально. И сидел за мной на кастинге, пока я не пройду. То есть в последний вагон просто запрыгнул? Запихал. Запрыгнул. Запрыгнул на тебя. Просто... Да. Вот. Я не пожалел об этом. А вот как изменилась твоя жизнь? Ну и плюс еще. Таким решающим моментом было то, что это делает комедий пола продакшн. У которых есть такой прекрасный проект, как танцы. И уже тогда было понятно, что это будет отличаться от всех этих музыкальных проектов на телевизоре. Что это будет что-то другое и интересное. Почему нет? А как изменилась твоя жизнь после проекта? Проект закончился? Поднялась издаваемая? Да, допустим. Сколько раз в день тебя узнали помнить? Ну вот. Ну вот. Вчера я был в район Краснодаре. У нас, если кажется не правильно, улица Красного. И она на выходные перекрывается. И она на выходные перекрывается и на цифру получится. То есть много где-то гуляет. Я рядом жил. И студия рядом. И там есть пиццерия. Вкусная пиццерия. Я в чек. Идти туда полтора квартала. Пока я от студии дошел до пиццерии, полтора квартала восемь инстаграфировалось человек десять. И наобратно по тысячу человек. Семь-восемь. Потом я стараюсь ошкатить. Такие людные места. А вот фанаты, они же всегда по-разному реагируют. Кто-то очень скромно подходит. А кто-то прям придет. Какая у тебя была самая странная реакция на тебя? Когда мы подошли, не знаю что-то. Футболку на себе разорвали. Не, для меня самая странная реакция это вот. У нас сейчас идет шоу. У нас сейчас идет тур шоу-песни. И самая странная для меня реакция это плачущие девочки в первых ряда на концертах. Как ты уже что-то плачут? Они прям в истерике плачут. Не знаю. Для меня это странно. Очень страшная ситуация была. Мы идем с ребятами, с друзьями. Мы едем в Краснодаре. Навстречу нам идет какой-то чувак. Чуть-чуть подвигивший. Он смотрит себе под ноги. Что-то это видит нас. А, так это же тот. Опа! И он реально делает вот так. Опа! И такой, я аж присел. Вот это было очень страшно. А вы не повояли, что только дальше поют какие-то местные гопота? Нет? Да мы сами местные гопота. То есть это было с тобой тоже, да? Такие школьные годы? Какие-то гопота ставил? Нет, не в коем случае. Я утрирую, конечно, да. Слушай, ну мы уже поняли, что ты любишь пиццу, любишь пиццу в Краснодаре. А вообще ты привилетный в еде? Ты там гурман или макарошки с сыром? Нет. Я вообще не привилетный в еде. И с каждым годом становится все меньше продуктов, которые я не ем или не люблю. То есть если там в детстве я не любил свеклу, аллергивки, вот это все, еще кучу-кучу-кучу всего, да? То сейчас я как бы намного более спокойно. То есть если есть выбор, ну есть какие-то там блюда, которые мне нравятся. Я не знаю, что я предпочитаю. Очень люблю китайскую. Все, где-то взял, кисло-сладкую и так далее. Но пиццу, на самом деле, я очень люблю пиццу с капюро. А с ананасами, знаешь? Всегда говорят, что есть в компании один человек, который всегда закажет пиццу с ананасами. И его все тихонько ненавидят. Нет, это не я. Вот. Да. В общем, ты не привилетный макарошки с сыром ваннад. Сосисками. Сосисками. В общем, если вы встретите Сережу когда-нибудь на улице, то есть такие, остановимся у Сережи. Секундочку. Здесь макарошки, здесь сосиски. Ну, значит, знаете, покорили вас. Да. И знаешь, бывают такие моменты, когда ты только вечно обсидишься. Хочу тоже. Бывает. У всех, кажется, бывает. У всех такое бывает. Конечно. Так, ну смотри. Проект в песне. Куча проектов еще за спиной. Конечно, это очень много. Тем более у вас сейчас еще тур идет, да? Это огромное количество работы. И вот. Так как, уже по твоим словам, я только прилетела из Краснодара. Ты успеваешь вообще хозяйничать дома? Или вдруг уже появилась дома работать и сидишь там за тебя? Нет. Дома в Краснодаре я сейчас очень редко появляюсь. Здесь, в Москве, мы снимаем квартиру. У нас трех человек, на троем человек, трех участников. И там, кто-то не из Москвы. И сегодня приходила хозяйка квартиры за квартладой. И у нас в каждой из трех комнат просто такие горы одежды по полу разбросаны, потому что все приехали, как вообще. И ничего не успеваем. Какие твои ближайшие творческие планы? Твои уже о творчестве. Очень хочу успеть. У нас сейчас небольшой перерыв в туре. Мы откатали юг по нескольку раз, города. И у нас сейчас до 20 сентября перерыв. Потом мы едем туда, в Россию дальше. Смотрите график. И вот за этот период я хочу написать максимум для альбома. А у тебя не альбома? Вот. Как раз таки был вопрос о твоих поклонницах. Но к вопросам о поклонницах мы пойдем чуть-чуть попозже. А сейчас я хочу спросить про песню. У меня недавно вышла песня на вылет. И она произвела какой-то вообще колоссальный фурор. Первое место в iTunes. Расскажи вообще об истории создания этой песни. Как она родилась? Какая работа над ней была? Я не начал. У меня все песни это какая-то личная история. Что-то из жизни. Вот. И здесь эта песня это такой гештальт. Моих там прошлых отношений. Закрыл гештальт. То есть расставил точки над вид для себя. И так далее. В принципе какие-то серьезные треки, которые я делаю для меня. Это такое знаешь. Ну я не тот человек, который там свои какие-то проблемы, переживания с кем-то обсуждает. То есть я все это внутри в себе. Всегда перевариваю. Вот. И разбираюсь с этим самым. И мне как бы это именно музыка в этом помогает. Не то, что я там по строчке треки записываю. Да. То есть я это вношиваю, перевариваю, вдумываю сам для себя. И когда у меня это все уже внутри меня устаканивается. Я там разбираюсь ситуацией. Тогда я это уже выношу в трек. И здесь точно такая же ситуация. То есть у меня были очень долгие отношения. Семь лет. Там свадьба. И так далее. И потом очень болезненный разрыв. И зато после этого полно послали. И нужно было для себя поставить такую точку на ситуацию. И вот как раз этот терракон Аббетт. То есть его главный посыл в том, что... Какой бы тебе болезненно ни казалась ситуация. Иногда может быть как ран. Как сквозного ранения в тебе. Все равно это можно превратить во что-то прекрасное. То есть это тот жизненный опыт. Который нас делает теми, кто мы есть сегодня. Кто мы сейчас. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Ну может не сильнее. Но тем кто это есть определенно. Без этого всего мы были другими. Вот. И не нужно держать обиду, злость. Нужно прощать, отпускать дальше. Потому что именно это делает тебя. А сейчас ты сейчас-то свободна? Да. То есть мы можем? Нет. Да. Не знаю. Тогда мы переходим к вопросам. А твоих поклонниц? Наверное. А вообще как ты думаешь? Вот ты бы смог бы встречаться со своей поклонницей? Почему? Нет. Потому что человек был хорошим. Ну это наверное правильная позиция. В общем. Первый вопрос. Все очень ждут клип на песен на вылет. Когда он будет? Мы сейчас занимаемся подготовкой и съем клипа на Дрэкс Марс на свободы и ускориться. Это будет после завтра. После этого мы уже снимаем. И я думаю, что в самое ближайшее время вы увидите клип. И вот пока у нас есть опять же промежуток в туре. Хочется успеть подготовить и снять клип на вылет. Очень хочется. Но признаюсь честно, пока нет какой-то сценария сюжета, который мы не узнаем. Вообще, каким ты себе представляешь этот клип? Где он должен быть снят? На каких локациях? У меня нет конкретики. То есть у меня есть эмоциональные ощущения какие-то, которые я хочу передать этим видео. Но никакой конкретики. Которую мы сейчас перебираем. Не хочется прямолинейности. То есть у нас где-то минус там сюжетов. Но в данном случае прямолинейность. Хочется больше метафорами, эмоциями и образом передать их постоянно. Следующий вопрос. That people talk. That people talk, к сожалению. Но все же. Это просто никнейп. После тура ты поедешь или полетишь куда-нибудь отдыхать? Очень хотелось, чтобы ты все-таки отдохнул. У меня есть просто краснодарский новый товарищ. People talk. А еще просто есть такая семья организация. People talk. А, да. Окей. Я очень хочу отдохнуть. Дня 4. Вот так. Не хватит. Тебе хватает еще дня, чтобы ее... Не знаю. Надеюсь. У нас сейчас был на мой концерт на фестивале в Крыму. Перед концертами песен. И там был зазор 2 дня. И я такой слава богу отдохнул. Первый день у нас это получился в дорогах, переездах. А второй день я ничего не делал почти весь день. Я был абсолютно счастлив. Я подумал, что нужно еще, наверное, дня 3. Тогда мне должен надоест ничего не делать. И я снова буду готов со свежими силами. С новыми силами вернуться к работе. Поэтому я думал, что где-то по числа второго вернусь на юг. Первые 4, да. Куда-нибудь мы едем на море. Компании. И будем ничего не делать. А какие страны тебя вообще привлекают? Где бы ты хотела отдохнуть? Страны? Ой, мне очень нравится Венгрия, например. А почему? У меня друг живет в Будапеште. И несколько последних лет, каждое лето в августе я летаю туда, наверное, на Сиге. Очень крутой фест. Длится неделю. И вот каждый год, кроме этого года, когда не получилась из-за тура. Я туда летаю. Это очень круто. Из Будапешта на машину еду в Прагу. В Праге там еще у меня друзья. И тут были в Европе, да? Да. Куда-нибудь. В Австрию за скотчем. Все такое. Мне нравится. Мне нравятся штаты. Очень. Но это дырфон. Что еще? Доминикана, Япония, Корея. В Японии хотел побывать. Корея как-то безразличная. Вот эти все пляжи, это очень круто. Гравно больше. Я был месяц в Таиланде. И на вторую неделю. Какие-то на вторую неделю. Все пюро и всякое. Вот хотелось борща. Я очень люблю азиатскую кухню. Но на вторую неделю тебе хочется борща. Просто, пожалуйста. Хватит кисло-сладкого соуса. Заказываешь у них цезарь. У вас цезарь обычный? Да. Европейский. Да, европейский цезарь. Тебе приносят цезарь с кисло-сладким соусом. Сколько можно. Хватит потерпеть. Первая песня. В Японии хотел. В Японии, наверное, красиво как Сахара. Мне кажется, в Японии, в Токио, все понятно. Мегаполис и так далее. Но мне хотелось быть на какой-нибудь остров и зимой. Знаешь, что делают обезьяны? Сидяты горячие люди. Озера. Гейзеры. Вот туда. Первая песня, которую ты написала, и с техникой обстоятельствами, это было ни о чем она была. Ты помнишь учиться в хирургии? К сожалению, да. Почему к сожалению? Изначально, я рассказывал, что у нас была группа, она называлась. Я там выступал в роли питмейкера. То есть того человека, который делал от него. А первый текст я написал, у меня у меня уже было от диабета. Но это очень странно, что в очень молодом возрасте когда он был в 14 лет, что-то произошло. Он был в полкоме. И он был очень важен. Утец, как говорится, аж душный. Вот. И после похорон, как я описал, наверное, с того момента это и пошло, что я все переживаю в себе. Я, в общем, просто в треке каким-то, в текст. И я, ну, видимо, эти все эмоции, они не пришли какого-то другого выхода. У меня был искренний трек, который написал текст. Называется, не помнишь, в интернете, где-то есть наш фантастик. Поставим ситоним, да, Крашен. Я прошу прощения вас 10 минут и концами. Спасибо. Вот. Это был первый трек. И вот с него все пошло. А он спрашивает, будет ли у тебя сольный тур? Именно сольный, заместный или еще песня? Да. У всех всех очень волнует, судя по комментам у меня в Инсте. У меня будет сольный тур, или у меня будет тур со свободой. Мы пока решаем. Но сольный тур будет в любом случае. Возможно, еще были тур со свободой. Не знаю. Посмотрим. Но для этого нужно выпустить новые лица. Для того, чтобы выпустить, записать, подготовить, написать и так далее. Я думаю, что после Нового года, когда закончатся песни, мы присмотрим Маймин. А как ты думаешь, в каком городе для тебя больше всего поклонников? Или поклонниц? По статистике в Москве. Все просто. Страшно. Заходишь в статистику, смотришь. Так. Следующий вопрос. Книга, которая произвела самое сильное впечатление на тебя, что вы прямух какое? Ой. Часто такие вопросы. Там, любимый музыкант, любимый фильм, любимая книга, любимый жанр музыки. Мне нет такого. То есть, есть, слишком много хороших вещей в этой жизни, которые на меня повлияли, да? Сильно, чтобы выделить что-то. Из литературы, наверное, это братья Карамазова, Местоевского. Есть такая книга, называется «Евангелие от Иисуса». Она очень сильно повлияла на наше отношение к религии. Джузес Романом, автор. Его, по-моему, отлучили, от Ватикана отлучила цепь после этой книги. Хотя я не понимаю, почему. Там Иисус рассматривается как обычный человек. Обычный человек, на которого выпала такая участь. Пришел к нему Бог и говорит, да, слушай, тебе надо там, на крест. Вот. И его, именно, человеческие переживания, эмоции и так далее. То есть, вот это очень сильно повлияло. И, недавно, буквально, я прочел книгу, автора сейчас не вспомню, называется «Хорошо быть тихоней». Веститель, в общем. Вот. И я очень сильно пожалел, что не прочел книгу в возрасте, там, 18 лет, наверное. Очень хорошая, классная книга. Это рекомендую. Особенно молодые люди. Познавайте. Познавайте себя. Ты писал в Твиттере, что недавно посмотрел стандарт поперечного и тебе зашло. Да, местами зашло. Я слышала о том, что тебе нравятся классики юмора вроде Монти Пайтон. Можешь рассказать о том, какие еще виды юмора тебе близки и что именно тебе кажется смешным? Я люблю крутой черный юмор. Мне нравится Джиммика. Джиммика Пшшшшшш. Я не очень мешаю в стандартах комиках в этом периодически напекаюсь. Я люблю абсурдный юмор. Как Монти Пайтон. Английский юмор. Есть классный фильм Зомби по имени Шоу. Когда юмор на грани чего-то там. Либо на грани за гранью дозволенного, либо за гранью адекватности. Это взрывает тебе мозг. Просто ха-ха-ха. Ты такой что происходит? А вот если ты считаешь честным юмором, то ты по-любому разыгрывал своих друзей. Какой пункт? Ты ни разу не разыгрывал. У меня такая тема, что у меня не получаются сюрпризы. Я не умею делать сюрпризы. Я сколько там в своих отношениях пытался сюрприз делать. Допустим, вот как раз моя бывшая девушка. На день рождения я решил ей подарить айфон, мне это был сюрприз. И я за день до ее рождения заезжаю за ней как раз какой-то телефон она проточечная она сидит на переднем сиденье. мы налетали на кочку, продающим открываться, а с альфона продали мне на колени. И то есть сюрпризы это вообще не мое. Поэтому розыгрыши это все. Я всегда это правда люблю. А вот тебя разыгрывали? Какой был самый жесткий розыгрыш или самый упоминающийся? Тоже как-то такого не случалось. В общем, девочки, на концертах вы знаете, что нужно делать? Разыграть. Сейчас тебя будут разыгрывать на концертах попкейк до установки. Слушай, ну и предлагаю зайти уже у нас осталось мало времени предлагаю зайти в прямую трансляцию именно на попкейк ТВ и прочитать вопросы оттуда. Ну что же такого интересного пишут? А что? Смотрим. Конечно. У нас всегда смотрят. Сколько? 238 человек. Ну хотелось бы больше, да? Ну это скорбью. Прекрасно. Прекрасно. Итак. Не вопрос, а пожелание. Пускай этот кот выздоравливает, высыпается и бережет себя. Мы его очень любим и уважаем, поэтому переживаем. Кстати, очень много ребят желают тебе выздоровления. Да, я простыл. потому что кондиционеры без них любят и т.д. Так. Какие у тебя отношения с Ёлки? Я не знаю, как это называть. Она очень добрый, талантливый, классный, позитивный человек, который когда-то в Твиттере написал мне, что ей нравятся мои песни. А потом пришла на мой концерт, на котором было 70 человек. Ёлка? Да, да. Классно. Классно. Это же успех. Ты стоишь, немного совсем людей, такой маленький подвал, клуб какой-то. Вот. Это очень круто, Риза большая. Спасибо за поддержку. И если эта ситуация требуется исхождение. То есть надо обращать людям глупости и все остальное. Проходите. Слушай, а как часто ты общаешься с своим буклайнерам? Ой, я очень стараюсь, когда есть свободное время, там же в Инстаграме отвечать на сообщения, в Директ. Но в последнее время сталкиваюсь с тем, с проблемой из этого возникающей. То есть ты заходишь в Директ, отвечаешь людям что-то, и потом люди начинают уже требовать от тебя это общение. То есть когда ты перестаешь отвечать, это сразу же, о, все, зазнался, что-то игноришь, клава-бога. А у вас просто времени нет. В день приходят в Директ, я не знаю, сообщений триста, наверное, не знаю, может, больше. Нечто пропадает, периодически. Ну, просто физически нет времени всем отвечать. И люди, которым ты уже один раз ответил, они воспринимают очень болезненно, как-то, и с негативом. Я уже даже объясняю, периодически ребят, я буду постоянно общаться, я не буду ничего кроме этого делать. Вот. Но я стараюсь, стараюсь оставаться на связи. Ну, Кубкек исполняет мечты, давай с тобой зайдем в Директ и ответим нескольким твоим поклонницам на самые какие-нибудь классные, интересные вопросы. Давай. Зато он знает, что в печати пишет. О, моя соседка написала на 13 минут назад, я горжусь тобой. Это же прекрасно. С детства прям. Ну, давай. Давай. Две минуты назад. Кучма, 86. Угу. Хотела бы благодарить, как-то в интервью ты рассказал о Пугасской косе. Решил на выходных сесть. Я в восторге. Территория свободы, где закат и рассвет ты не можешь пропустить, потому что вокруг вода и нет бетона и стекла. Это мой рай. Спасибо по скриптам. Альбом «Восход» там зашел на ура. Я пишу тебе. Большое спасибо. Большое спасибо. Надеюсь... Так, да. Возможно, там пересечемся... Однажды. Однажды. На Беской косе, в принципе, была придумана концепция альбома «Восход», написан один из ключевой трек этого альбома. И тогда... Угаска коса, Присугаска играет по донату. Со станицы веселовка. Огонь. Ты самый искренний и добрый человек. Оставайся всегда таким в треке бомба. Спасибо. И Смалик такой с красными щечками. Я Смалик Хабиб называю. Почему? Потому что Хабиб он такой. Ну и давай еще кому-нибудь напоследок. Давай я там вот так сделаю. Чтобы люди, которые написали давно, тоже не обижались. Да. Да, давно тут больше всего назад. Ну, давай вот сюда. Это ответная ситуация. А, да. Давай, кто еще? Пишет. Ну, давай. Давай. Почему у тебя все упоминают эту историю, и ты не пишешь? А вот Эльбера, я не подумал, у меня восклинили. Привет, Эльбера, да. Вот сейчас первое сообщение, которое нам попадется. Вот. Давай вот. Что ты говоришь? Да. Позвони. 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 Номер телефона. Ну, мне кажется, это слишком много. Ну, тут выбери. Ну, давай вот. Вот это. Привет. Вы не думали, что песни «Кускориться» могут забанить, так же, как и ЛСП? Песня «Огнище», «Удачи тебе в творчестве». Нет. Потому что… Нет. Не так. Надеюсь, что не забанят. Потому что бан песни ЛСП – это полнейший абсурд. Вот видите? Все? Артисты тоже общаются с поклонниками в директ, поэтому не теряйте надежды. А у нас в гостях был участник проекта «Песни» PLC. Что тебе тут очень… Смотрю эфир. Вот. Тут нас смотрят. Даже об этом пишут. Это Петик Барданян. Привет, Петик. А куда смотришь? Петик? Петик? Привет. А с вами была Настя Расс от PLC. Смотрите наши прямые эфиры. Ставьте нам большие лайки. Подписывайтесь на наш инстаграм. И обязательно напишите, кого вы хотите видеть в следующий раз. До встречи через неделю. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok